Ну что ж, начнём тогда. Всем привет, добро пожаловать и продолжаем Куруно Кисеки. Продолжаем финальную главу, расслабляемся пока что. Для начала мы пообщаемся с народом в школе, посмотрим кто тут есть из знакомых, как у них жизнь. После чего мы займёмся прокачкой отношений. У нас там много всего, а точнее 11 ивентиков. У нас, к сожалению, только 7 очков, так что придётся выбирать, кого оставлять в сейве, а кого нет из этих. Да. Плюс вроде потом будут ещё сайды какие-то. Плюс у нас ещё местные аттракционы, так что да, заняться есть чем. Но прежде чем мы начнём, я хочу вам кое-что показать. Я говорил об этом, когда мы били Гарденмастера, и там Багровый Грэндаль сказал кое-что интересное, что меня затригерило. Такой, где-то я что-то слышал подобное. Так вот, послушайте вот этот момент из оригинальной Куруно Кисеки. Я до сих пор помню первый совет, что ты мне дал. О, боже мой. Прямо сейчас ты можешь думать о двух вещах. Что ты можешь сделать, и что ты хочешь сделать. Если ты сможешь определить, каков разрыв между этими двумя вещами, это будет большим шагом к поиску своего дальнейшего пути. Кажется, ты наконец-то нашёл правильный путь. Ну, ребят. Я думаю, тут уже всё понятно. Типа, ну, более очевидно не может быть. Да. Вот такие вот интересные всё-таки моменты, реально. Какая мелочь, но, блин, важная. И кто мог подумать, что это выстрелит. Так что, да. Я думаю, вы все поняли, кто это. Если это будет не так, то я даже не знаю тогда. Так. Ну, ребят, конечно, пока рано что-то говорит наверняка. Учитывая, что вообще непонятно, как он мог выжить. Но, ладно. И не факт, что это настоящий он, конечно, там всякое может быть, но, тем не менее. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим, как всё будет разворачиваться. Прямо очень интересно. Ну, всё-таки вот такие мелочи, конечно, это клёво. Кисеки таких очень много всегда. И нужно быть просто внимательным. Поэтому перепроходить эти игры даже очень интересно. Потому что, как раз-таки, ты замечаешь то, что не видел в первый раз. Ладно. Давайте продолжим тогда общение. Итак, мы остановились на вот этой прекрасной троице. Начнём с Нины. И... Seven Hearts. В наши дни она действительно очень популярная. Это соревновательная карточная игра для четырёх игроков. Созданная на основе артов, которые существуют в четырёх главных. Четырёх. Их там вообще-то не четыре. Ну ладно, вы поняли. В наши дни она пользуется большой популярностью среди молодёжи. Ведь они легко могут наслаждаться острыми ощущениями. Которые они испытывают в этой игре. Ну, в таком случае, почему бы нам три им тоже не провести матч, раз мы тут... Хм. А вот это звучит интересно. Отлично. Я ни за что не проиграю. Правда... Я не особо часто выигрываю в карточные игры. Ну, мне кажется, я знаю почему. Ну, сэмпай, вы просто ужасно умеете лгать У вас на лице всегда все написано А также в ваших повадках это можно заметить Я действительно могу это подтвердить Поэтому тут вопрос А это действительно нормально для актрисы? Ой, заткнитесь Если я буду серьезный То я смогу сказать одну-две ложь Соврать 2-3 раза как следует Кстати говоря, ранее Ресет Сан была просто невероятной Когда вокруг нас сэмпай начали собираться люди Она быстро смогла нас отвезти в мини-популярную зону Она действительно такая добрая и замечательная, а также умная Благодаря ей мы смогли добраться сюда Так что я хотел бы, чтобы мы втроем повеселились Ну, я не спорю, Ресет реально отлично Даешь ее в жены До того, как мы приехали сюда Да, нас окружила толпа фанатов Так что это было немного тяжко для нас Однако я рада, что в итоге мы смогли Сменить обстановку с ней на Ресет И иметь возможность немного отдохнуть Ну, я вижу, что ты как бы немного сейчас занят кое-кем Ну, тоже не забывай Расслабиться Куда ни посмотри, здесь везде царит очень оживленная атмосфера А также креативность учеников Значит, вот какая атмосфера обычно присутствует На фестивале Искусства в этой школе Мне очень рада, что смогла воочию все увидеть Ну, кстати, мы договорились с Мирабель встретиться позже Но я не буду торопиться Я обязательно осмотрю все как следует Так, ну, это радует Так, а это у нас Джеймс Так, какая-то ученица Ничего себе Вуди победил Эх, это моя пятая победа Я снова на вершине Эх, я только подумал, что Джеймс Одержит четвертую победу А в итоге ты забрал эту победу себе Не выеживайся Только потому, что Ты Больше раз чуть-чуть выиграл, чем я Так, ребят Прекращайте ссориться И давайте еще один раунд Этот Вуди Ну, действительно В ударе сегодня Как же это бесит А с другой стороны Выглядит он довольно счастливо А это Вуди Я обязательно отплачу ему за то Что он сделал со мной В том баскетбольном матче Солар Само собой есть Ты что Эрастов, нет Не с Марией Белл С Мирабель К счастью Хотя я бы был Не против Если бы тут и Марией Белл была Все, она не выходит У меня из головы Так, куда пойдем Давайте сначала сюда зайдем Так Роско Ну, здравствуй И сегодня Долгожданный Школьный Фестиваль Искусства Так что все Веселятся Как хотят У нас, кстати Сегодня тоже Представлены Тут Ограниченные Товары Не стесняйся Посмотреть О, тут есть Подарок Скайблу Баскетбол Шуз То есть Небесно-голубые Баскетбольные Кроссовки Это у нас Подарок Для кого? Для свина Больше ничего интересного Куда дальше? Вот в чем вопрос Давайте с Матильдой Сначала поговорим Похоже В этом году У нас пройдет Еще один Замечательный Школьный Фестиваль Искусства Я действительно Очень горжусь Нашими студентами Которые добились Нет Которые сделали Все это Ребят Мне кажется Мы тут на 2 часа А не на час Так О, это же Этот Клео Так Ну а девочку Зовут Амия Как раз она и говорит Я и не знала Что в школьный Фестиваль Это так весело Интересно А куда дальше идти? Я не знаю Но нам нужно Поспешить и решить Да нет Нужды спешить У нас очень много Времени Так что Ты сможешь Все хорошенько Обдумать Да, но пап Так Ну а жену Зовут Надя Ну Ами Просто немного Одиноко Потому что Потому что Близится день Когда ты снова Поедешь В Crossbell Поэтому сегодня Мы должны Повеселиться Всей семьей Даже я давно Этого ждала Пап Я знаю Что в последнее время Ты Часто конечно Приходишь домой Но мне все равно Будет очень Одиноко Когда я не смогу Тебя снова увидеть Я подумала Что Мы должны Действительно Побыть вместе Пока можем Еще немного Вот так Вот оно как Спасибо Ами Папа Чувствует То же самое Мне тоже Будет Очень одиноко Если я не смогу Видеть тебя И маму Какое-то время Но Я постараюсь Сделать Все что У моих сил Потому что Я знаю Что вы Всегда Ждете меня Так что Давайте сегодня Повеселимся Как семья Но Спешите Нетерпеливыми Быть не стоит Если вы Устанете То Все будет Напрасно Верно Ами Да Я поняла Похоже Сегодня будет Чудесный День А Днем Как следует Да Ребят Все дороги Ведут Кроссбелл Я очень рада Что папа Чувствует То же самое Что и я Теперь Мне нужно решить Какой маршрут Мы используем Чтобы обойти Школу Просто Просто иметь Возможность Проводить Время С семьей Как сейчас Делают Меня счастливой Но мне Как человеку Который Любит Рисовать Интересно Увидеть Что приготовили Ученики Для этого Чудесного Школьного Фестиваля Искусства Насколько я Слышала Тут будет Выставка Картин А еще Есть Культур Так что Мы втроем Обязательно Заглянем Туда Так Ой блин Сколько тут Всего В какую сторону Сначала Ой Эти тут Ладно Сначала Обойдем Здесь Снизу Так Ау Салар Ты как раз Спрашивал Вот и они Сильвия Да уж Сигурни Сегодня Такая Зволнованная Это действительно День Нечто Новое Прямо Освежает Не находишь Ну раз Я отвечаю За это Место Я Дала Ей Небольшой Совет По Обслуживанию Клиентов Если Ты Сомневаешься Просто Будь С собой Так Вы Сможете Донести До Клиентов Свою Искреннюю Несть Ну Они Решили Прийти Вот В Это Заведение Ну Здрасте О Джек Халы Вы Двое Тоже Пришли На Школьный Фестиваль Ну У нас Просто Есть Несколько Маленьких Дел Может Мы Еще Встретимся Где Небудь Еще Вы Еще Ничего Не Заказали Мы Только Только Сделали Заказ На Самом Деле Мы Заключили Пари На То Какое Блюдо Появится Первым Которые Нет Какое Блюдо Принесут Первым Ну За Исключением Напитков Да А вы Двое Помешаны Прямо На Азартных Играх Да Иначе Я взял Маленькое Блюдо А вот Хала Сказала Салат Ну Проигравшему Придется Платить Чек Хе Ну Я Точно Вы Вы Ну Мы Тогда Тоже Все Купим Ой Блин Как это На русском Называется Хороший Вопрос Короче Это Заколка Для Волос Я Не знаю Как На русском Называется На английском Называется Лапис Лазули Для Рен А это У нас Цветочный Граненый Стакан По Дорочке Кстати Это Было Для Этот Стаканчик Для Селис Нет Это Не Заколка Из Лапис Так Идем Дальше Так Там Никого К сожалению А вот Тут Дайс Вин Со Своей Семьей Ну И Ну И И Зачем Ты Торопиться И Так Быстро Есть Потому Что В школе Такая Вкусная Еда Вот Это Сюрприз Тут Еда Действительно Такая Же Вкусная Как В Отличном Ресторане Ну По Идея Так И Должно Быть Жаль Конечно Что В столовой Полицейской Полицейской Академии В которой Я учился Еда Была Не Такой Же Вкусная Знаете И И И Хочет И В будущем Сюда Приходить Так Вот Солар Написал Лапис Лазули На русском Переводится Как Афганские Лазури Будем Знать Так Вернемся К Тексту Ну Для Тогда Для Этого Тебе Придется Очень Усердно Учиться Чтобы Сюда Попасть Ну Я Нет Тут Но Еджи Ненавидит Учиться Ну В таком Случае Иджи Отказываться От Учебы В Армис И Станет Полицейской Как Папа Ну Знаешь Стать Полицейскими Так Легко Каждое Утро Тебе Приходится Просыпаться Рано В Полицейской Академии Затем Проходить Обучение Которое Настолько Жесткое Заставляет Взрослых Плакать Ты точно Иджи Сможет Сможешь Сделать Все Что В твоих силах Чтобы Сдержать Слезы Нет Иджи Не Может Но Она Хочет Стать Такой Классной Как Папа Да Уж Иджи Ты Действительно Восхищаешься Работой Папы Верно Ну Не стоит Слишком Торопить События Сейчас Я надеюсь Что сначала Ты Сможешь Приобрести Больше Жительного Опыта Который Тебе Поможет Понять Чем Ты хочешь Заняться Вижу Инспектор Проводит Время Со своей Семьей Да Инспектор Дайсон Сегодня Больше Похож На Отца Чем Обычный А Знаете Папа Сегодня Не на Службе У него Выходной Но На самом Деле Это Не Совсем Выходной Иджи Очень Скучает По Нему Потому Что Папа Очень Много Работает Последнее Время Но Зато Он Такой Классный Армис Хорошее Место Но Быть Полицейский Намного Лучше Так Вам Зовут Кто Забыл Латифа Я буду Поддерживать Иджи Независимо От того Какой Путь Она Выберет Например Если Она Законит Поступить В Армис Ну Ей Придется Потрудиться Чтобы Пройти Вступительные Экзамены В Эту Престижную Школу Может На всякий Случай Стоит Позже Позаботиться О том Чтобы Посмотреть Хотя Как Она Сможет Сдать Экзамен Типа Имитационный Экзамен Устроит Итак Куда Пойдем После Этого А Слушайте Если Хотите Я могу Вам Порекомендовать Карточную Игру На первом Этаже Или Можете Зайти В Восточную Чайню Есть Еще Так же Викторина Это Конечно Может Быть Довольно Сложно Для Дети Ой Нет Только Не Викторина Вот Это Ребят Мы Скипнем Наверное Хотя Нет Если Там Не Будет Таймера Тогда Ладно Но Он Ж Будет О Аркрайд Я Тут Слышал Что Ты Тоже Принимал Участие В Организации Этого Фестиваля Ну Ладно В таком Случа Не Обязательно Запомню Твои Предложения Ну Салары Я Сомневаюсь Хотя Это Было Бы Конечно Жесть Так О Робинзон Я Не Ожидал Что Студенты В одиночку Смогут Достичь Такого Уровня Совершенства Я Впечатлен Я Впечатляюсь Каждый Год Но В этом Они Просто Презошли Себя Я Слышал Я Слышал Что В этом Году Они Также Прибегли К Помощи Других Людей Извне Что Они Я Я Я Студентами Все Вновь Потрясающе Художественное Оформление Также Отличное Так что Я хочу Хорошенько Тут Осмотреться Ну Кстати Смог Хокер Извиниться Перед Гарри Без Каких Либо Проблем Ну Все Что Я Могу Сделать Это Поддержать Его Думаю Хочется Стоит Пойти И Спросить Его Лично Хочется здесь чтобы повеселиться всей семьей но шины взяла и куда-то отделась вместе с гарри а марку данный момент с хокером и вот в результате впервые за долгое время мы с мужем смогли устроить себе свидание так ладно что-то у них стремительно все развивается слишком стремительно так помыла красиво не имя да да уж способности учеников армии делать вот такие вещи просто поражает мне придется много работы чтобы также поддержать их эдмонд йоу добро пожаловать в школьную столовую кафетерию у нас тут много всего в ограниченном издание так сказать подают сегодня сегодня у нас особое меню который вы сможете найти только здесь и сегодня надеюсь вы обязательно зайдете к нам если почувствуете голод если даже если вы уже наелись едой из киосков вы всегда можете пойти поиграть в баскетбол например во внутреннем дворе чтобы сказать потратить калории я надеюсь вы обязательно посетите нас после того как немного упражняйтесь там не почувствуете голод да здравствуйте как так ребят сначала разберемся с школой внутри а потом снаружи так национальный обмен я стоп стоп точно точно хоть не забыл спасибо что напомнил эрастов окажите нас ограниченное блюдо в чести школьного фестиваля искусство 09 блин а чё-то как-то дорого кстати что-то как-то деньги так как бы сказали до свидания уже воу так это у нас лулуа ничего себе на втором этаже просто замечательно я кстати следующая в очереди на участие в этом в этой королевской викторине да как и ожидалось от армис блин тут еще уточнее сверху что именно имеется ввиду вот такие аттракционы сверху написано продюсерство они умеют тут создавать которые действительно впечатляют людей итак вы двое слушайте сюда сначала мы посмотрим все мероприятия которые тут есть после чего выберем те которые самые интересные и пойдем участвовать в них успокойтесь так вы обе успокойтесь давайте просто нормально все осмотрим сначала говорит сейра но не слишком увлекаетесь потому что после этого настанет наша очередь выступать наверное да да уж сегодня действительно ведет себя кто-то очень властно не так ли как же хорошо что наша группа была расформирована так стоп стоять в смысле ты что имеешь ввиду Наталья так упс а у уже все они не группа так и тутянку зовут сэра или сали еще можно прочесть мы ее сали по моему всегда читали я пришла сегодня для того чтобы провести время с сали и наталья и не просто провести время наша очередь тут тоже как бы настанет скоро ну как и сказала салисан ранее нам действительно стоит повеселиться пока еще можем так и как так 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 ну сали всегда была немного властной даже не могу сказать сколько раз мы конфликтовали с ней из-за этого но ее нынешняя напарница партнер это лула так что не нужно вмешиваться то есть получается наталья с салли салли раньше были в одной группе да после чего они распались и она объединилась уже с лула а она учитывая в каком наряде одета обычно в этом наряде одеваются тут девушки легкого поведения ну сами понимаете в какую индустрию пошла как жизненно чё я могу сказать прикольно вернемся к тексту как бы то ни было я уверена что этот школьный фестиваль сможет дать нам несколько подсказок о том как очаровать людей так ребят если что это всего лишь мои предположения я не знаю кем она на самом деле является но учитывая наряд так мне нужно проанализировать тут все как следует и использовать все что я знаю для того чтобы продюсировать этих двоих а понятно не ребята отбой она просто продюсер окей ладно все отбой увы и нет я не так плохо они оба так взволнованы я конечно понимаю их чувствую но я не хочу создавать неприятности окружающим и кроме того после этого настанет наша очередь нам стоит просто наслаждаться этим событием в меру так грид хакерс ого они тут украсили прямо всю эту комнату чтобы она выглядела прямо как поля в игре ну игра которая сможет дать тебе небольшой хакерский опыт мегринт мегринт хакерс я действительно была удивлена когда узнала что они решили в школе устроить что-то подобное ван сан вы имеете какое-то отношение к этому мероприятию вы дали какой-нибудь совет но они хотели сделать какую-нибудь игру для орбал терминалов но никак не могли определиться с содержимым вот тогда мне и пришла в голову идея насчет механизма взломов который я использовал взломать орбал замки я конечно опустил много подробностей но после того как я рассказал им эту мысль они очень заинтересовались даже больше чем я ожидал ну а после этого насколько я знаю с помощью экватора они смогли превратить все это в игру которая сможет играть любой желающий кстати в игре как бы это просто аватар используется но вот на самом этом плакате настоящий фио фотографирован он такой миленький и похоже он очень понравился ученикам в любом случае давай как-нибудь заценим эту игру так ребят кого приглашаем чтобы поучаствовать в эту игру пишите имя в чате пока я тут пообщаюсь добро пожаловать почему бы вам не попытаться нырнуть в море данных и узнать каково это быть хакером это игра которая вам подарит опыт взломщика гринд хакерс она уже доступна всем для игры требуется два игрока сначала вам придется играть на начальных уровнях сложностях но как только вы пройдете их вы сможете попробовать более сложные так что не стесняйтесь не не расов это другое море так хмм хакерская игра кого же мне пригласить кстати анина не нины нету кстати ребят Аниас Фири Аарон Ресет Кватер Джудит Свин Надя Лейн Кинкейт Рен Шизуна и Юме Шизуна окей Ну Солар как бы Юме уже была на другом аттракционе хотя у нас очков много 16 так что хватит на всех как минимум по одному разу Кажется это будет довольно интересно Этот маршрут который тут предлагает пройти имеет очень много врагов которых нужно искать и ловушки что можно установить чтобы их поймать ну что давай начнем игру ну что давай начнем игру там это так да если это 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 и так как у близко было это точно легкий уровень сложности что-то не похоже хотя ладно ездить поздравляю с тем что вы прошли уровень сложности для начинающих вот возьмите вот возьмите это качестве приза на память о отлично спасибо так теперь вы можете пройти им средний уровень сложности ну попробуйте у ребят средний уровень сложности можно взять так немного отдохнув ванн расстался с шизуной и решил дальше наслаждаться школьным фестивалем госпривет чего того как сушки тут кто то есть так это у нас управляющий карло я рад видеть что илхан кажется получает больше удовольствия чем обычно радуется больше чем обычно он обычно самый из тех кто любит придумывать всякие новые штучки и у него не так много шансов наслаждаться творчеством других людей не все же подумать только что илхан настолько поглощен этой игрой ну значит эта игра действительно невероятного качества получилось ну ну да ну да а вот илхан только потому что ты мой смп это не означает что я буду снисходителен илхан сэн это вообще-то мои слова элайдж я покажу тебе разницу между нами что-то что-то еще есть какое интересное движение ты что смог предсказать что тебя ждет дальше по этой трассе ну твоя скорость тоже впечатляет элайдж да становится интересно ладно короче гост хз не знаю и вкусняшки ребят и подарок для ванна кафе гриндер то есть кофемолка для кафе для кофе ну типа ладно пусть будет так это просто ученицы у нее нету имени печально добро пожаловать в салон де армис дорогие гости насладитесь роскошным времяпрепровождение которым вы можете насладиться во время которого вы можете насладиться вкусняшками в этом месте ребята вы посмотрите кто у нас тут лила своем ну это не совсем ее костюм который мы привыкли видеть но слушайте тоже нормально но я больше хочу старый с длинной юбкой господин арк райт со спутницей добро пожаловать я услышал об этом на стадии подготовки но это кафе с горничными выглядит действительно очень неплохо и и все ученицы которые тут выступают в роли обслуживающего персонала тоже обладают прекрасными манерами почему-то это мне напоминает прямо настоящие серьезные чаепития кстати говоря лейн сам нам помогала с дизайном интерьера а также предоставила продукты лила сам нам тоже очень сильно помогала с поставки товаров а также представила рекомендации потому как обслуживать клиентов совершенно верно конце концов я долгое время работала в роли горничной в особняке в особняке юной госпожи королевстве либерл я даже занималась обучением новых горничных горничных как нужно обслуживать ленту за столом это мероприятие прямо навеяло воспоминания ну и конечно послушал об этом и похоже они действительно правильно поступили что обратились именно к тебе за помощью да ну замен в обмен на то что я научила их всякому касательно манеров школа закупилась именно в нашем магазине антенна shop товарами для этого кафе это было очень хорошее предложение от которого я не смогла отказаться благодаря им продажи еды и чаем идут прямо очень хорошо и так же это стало хорошей рекламой для нашего магазина антенна после окончания школьного фестиваля я собираюсь увеличить поставки чая у тебя сильный коммерческий дух я рада видеть что еда и чай привезенный из либера был хорошо принят были хорошо приняты но не только это еще чай которые госпожа лэй привязала из ура сиона тоже чем понравился продукция пенсии был также всех очаровала ну кто б сомневался это помогло прямо и мне немного расширить кругозор ну господин иван пожалуйста сделайте заказ обязательно а правильному взгляду ну и раз то в надеюсь что да что там гост скину нет гост я не видел это какой-то незнакомый мне канал еще на мику так гочи и принц шариц наджи посмотрим что они скажут школьном фестивале искусство в армии но действительно великолепное потрясающее событие однако как по-вашему господин режиссер все что мы тут наблюдаем не выглядит как просто имитация подражания со стороны студентов поэта кафе имеется ввиду нет это не так скорее я думаю что тот факт что они так хорошо пытается это скопировать и делает это место таким особым если им не хватает знаний и навыков они восполняют их изобретательностью и своей страстью это то что действительно стимулирует мой творческий порыв правда а как у вас идея насчет нового фильма уже есть что-то ой да умник вагон и маленькая тележка но проблема в том что я не знаю как их реализовать с нетерпением жду увидеть следующую работу тогда кстати говоря мы только недавно закончили предварительный просмотр нашего нового совместного фильма который мы сняли с режиссером рамом и кстати ваше высочество шарит вы же то вот тоже там присутствовали ну честно говоря я вообще не знал что в итоге из этого получится потому что ваш стиль режиссер гочи и стиль режиссера рама совершенно разные но в итоге насколько я видел получилось просто великолепная работа прекрасная структура сюжета смелые смелые нож новшества которые помогли лучше развлекать зрителя ну как по мне у вас получился настоящий шедевр и само собой ваша одержимость режиссер тоже видна в каждом аспекте фильма эрес и насилие ради развлечения это мой девиз без этого я просто не могу действительно бугага ваше высочество господин режиссер мы в школе так что пожалуйста сдерживайте себя да его высочество и режиссер гочи ничуть не изменились о ван кон я очень надеялся что ты тоже придешь прошу прощения но последнее время был очень занят жаль что я не смог прийти кстати говоря в отличие от принца и надже режиссер гочи ничего не помнит о тех трех днях но я обязательно оценю этот фильм когда его будут показывать широкой публике ну что ж буду ждать твои комментарии привет аста о ванку ты ведь тоже это понимаешь да что такое мужская романтика ну да конечно кстати говоря в дополнение к этому я бы хотел бы сказать ну ребят вы посмотрите на этот взгляд он великолепный блин если бы тут была элэйн он был бы еще лучше хотя и агнес тоже отличный ладно давайте поговорим об этом лучше в другой раз несмотря на то что тут большое количество людей школа и прилагающий к ней территории к счастью очень хорошо охраняется я не думаю что сейчас есть какая-то опасность но мне все равно нужно потом проверить как там принцесса зита что вернуть ты чё я не знаю я не знаю я не знаю ну салара она же вроде из как раз семьи которые их охраняют так что да какой-то студент в этом классе выставлены работы нынешних и бывших учеников армиса помимо прочего у нас также есть работы из военной академии торс из империи и других международных школ международных школ о как прикольно что гост хочешь больше увидеть лицу агнес все работы просто замечательны так что обязательно посмотрите на них ну так гост в итоге кто агнес или элэйн я понимаю что выбор сложный ммм марикита подумает только о работе моего соперника из империи была выставлена на школьном фестивале блестящий как всегда я полностью проиграла тебе клара войс но в следующий раз будь осторожна честно я что-то никого не помню в империи с таким именем матвей ты не помнишь клара войс не я думаю я запомнил такое имя войс тем более хотя там со всеми импсиси прямо не общался так что может не помню я обязательно покажу вам картину картину работу которая полностью передаст истинную сущность модели кстати я слышал что в этом году некоторые украшения для школьного фестиваля сделала художница граффити бунтарский дух и нестандартное выражение самой себя я прямо чувствую крик свободы глядя на все это это действительно авангардное искусство я бы хотела бы встретиться хотя бы раз с этой девушкой такой нет учитывая ее искусство она действительно очень неординарная так ты тоже не помнишь не ну как бы мы то были в академию намного раньше так что возможно это кто-нибудь из новеньких которых мы не видели хотя блин или может это реально какой-нибудь нпс который был всегда каком-нибудь уголке я никогда ее не видел просто блин я тогда не общался со всеми в школе как сейчас мы делаем тогда я не любил так сильно серию кисеки оу какие там люди это музыкальный класс место где каждый может научиться играть на музыкальном инструменте после того как ученики демонстрируют вам как использовать инструмент мы даем вам попробовать так что обязательно заходите ну я бы зашел но мне не дадут увы увы я о привет айту кстати это она серьезная да действительно жесть ну ребят вот айту нам скинул эту клару я покажу ее на стриме вот она ну я не помню такую нет да тоже не помню ну ладно значит это еще одна причина перепройти всю арку империи ребят все больше и больше мотивации с каждым днем ну мысли матфееву быть таким откуда давно не виделись ванкун магнессан ну вижу все ученики профессора хамильтон здесь ну я обсуждал с ними игру со взломом это часть причины почему они вообще тут появились ну конечно не в моем стиле находиться в таких шумных местах но теперь когда я попробовал обойти это место не могу сказать что это было напрасно например этот музыкальный нет это музыкальное выступление весьма интересное тут действительно можно услышать прекрасный тембр не так ли музыка и математика тесно связаны при переводе ее в числовую формулу возникает определенная закономерность и кстати по поводу этой закономерности совсем недавно была предложена очень интересная теория а понятно так нет стоп стоять нет я вообще ничего не понял боже братик ян тебе стоит больше наслаждаться жизнью не слишком сильно задумайся о таких моментах мне рад что вам нравится школьный фестиваль а знаете это мне напоминает ладно мою профдеформацию со зубами ну вы знаете кстати говоря похоже что на первом этаже есть как назвать место где подают чай в восточном скиле как насчет того чтобы зайти потом да конечно по таркун пойдем куда тут только захочешь ну раз я уже пришел сюда то можно пойти и туда профессор крон кейт когда он в компании с ними он нет в нем чувствуется некая нежность мягкость возможно я действительно рада видеть что все посетители хорошо здесь проводят время да должны тоже получить максимум удовольствия кстати говоря будет уже еще особое выступление верно ты ведь тоже там будешь но мы кстати когда учились мы еще после окончания всего разводили костер последнюю ночь о кстати вот где будет выбор скорее всего да поэтому я надеюсь что все включая вас ван сан кто помогали с организацией школьного фестиваля в этом году смогут присоединиться к этому событию я буду очень рада так конечно в конце концов пришлось действительно постараться так что обязательно ну хотя видите нам все-таки какой-то выбор дали хотя как нам сказали мы можем в любой момент поменять напарницу но не будем рушить атмосферу раз выбрали агнус все агнус прости элэйн мне пришлось по-новому взглянуть на себя после того кошмара мне пришлось по-новому взглянуть на себя после того кошмара я очень благодарна что в этот момент со мной был рядом инкуатор кон и братик ян а также профессор это немного смущает но этот фестиваль так что но на этом фестивале я должна постараться немного развеяться ну кстати эта хакерская игра действительно оказалась довольно забавной но все другие мероприятия тоже не хуже ладно нам втроем нужно действительно обойти все и создать кучу воспоминаний ну а старых посмотрим кстати вспоминаем бабушка по идее сегодня тоже в столице однако она кажется сейчас очень занятой так что она вряд ли придет хотя я точного расписания ее не знаю я был бы очень счастлив и если мы все смогли бы собраться здесь особенно после всего что произошло в прошлом месяце до меня дошли слухи от исследователей из института наук что кофе в кафетерии армис очень вкусное ой господи душнило возможно я загляну в кафе позже ну почему ладно ох уже эти исследователи на так юлиан я уже распорядился заменить сломанную печь из того киоска ну спасибо юлиан твоей помощи у нас сила сравнимая с армией ста человек о альбертку юлианку вы двое кажется заняты разбираетесь неожиданными неприятностями да да легко наверное находиться в штабе по сути на базу и отвечать за все эти мелочи агросты 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 благодаря ему нам помощником тоже легче не неплохо но если ты такой внимательный к таким мелочам я могу точно сказать что ты сможешь справиться даже с работой президента а ну это а ну какая реакция значит ты все таки будешь выдвигать свою кандидатуру вообще то да так и есть кстати следующие выборы в студ совету состоятся в мае да ну полагаю это уже как традиция чтобы один хотя бы из членов тут совета первого курса баллотировались президента первого курса предыдущего года ну по правде говоря это для меня слишком много я все таки думаю что больше на эту роль подходит агнес нет это не так ребят дополнительный перевод от себя у меня куча работы в офисе решения проблем я должна присматривать за ваном и охмурять его так что нет она не может заниматься работой президента суд совета ты всегда любишь ставить себя на второе место не беспокоишься обо мне о дэд и всех остальных кто тебя окружает поэтому альберт кун я думаю что ты больше чем я подходишь на роль студ президента суд совета агнес ну пожалуй я тоже согласен с агнес но я бы не сказал что мне неприятно это слышать но не стоит меня переоценивать ну или в случае на этом стоит закончить разговор я кстати также благодарен вам за совет еще раз позаботьтесь о патруле понял и все и все же я чувствую себя как-то неловко из-за того что ильян так сильно мне помогает с управлением управлением с работой по части управления если ты не против я хотел бы чтобы ты стал членом студ совета в следующем семестре о ильян кун я уверен что ты без проблем сможешь выиграть и попасть в студ совет я конечно заинтересован но вряд ли это будет так просто потому что я все таки к концу этого семестра планирую вернуться в империю о как понятно я слышал что твои товарищи из седьмого класса ждут тебя да и кроме того думаю твой дед тоже наверное ждет от тебя доклада ведь он все таки бывший генерал имперской армии и не ничего себе ну да или он учится в нынешнем седьмом классе да стоп в случае его фамилия не Ну, как бы то ни было, есть предел тому, как долго я могу оставаться в республике. А до тех пор я планирую делать все, что в моих силах, чтобы помочь, что-то советую. Так что, полагаюсь на тебя, Алберт. Юлиан, взаимно. Я тоже на тебя рассчитываю. Да, вы такие близкие друзья. Так, мне нужно приложить все усилия, чтобы помогать. В конце концов, в республике я могу проводить только ограниченное время. Привет, концентрат. От одной мысли о выборах в студсовет у меня немного болит голова. Однако, сейчас мне нужно сосредоточиться на работе, что он стоит передо мной. Так. 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 Мунто Салар, кстати, точно Я недооценил это место, так как я думал, это всего лишь школьная библиотека Но это место оказалось более впечатляющим, чем я Думал, Кайра Особенно вот что касается истории революции республики На Ближнем Востоке ты так глубоко не сможешь погрузиться в эту тему Здесь еще есть биография революционеров и современная история республики Так А тут есть книжка, чтобы почитать про Августа А также есть тут много других книг по истории Про которые нам ничего никогда не рассказывали в Элзэме А также у них есть рассказы о нашей стране с точки зрения республики И других западных стран На родине не так просто найти книги, что объективно анализирует Ближний Восток В нашем поколении Интернационализация будет развиваться еще больше И это хорошо Еще сидите дают Спасибо, что пригласил меня на школьный фестиваль Мунтагун Я просто невзначай решил пригласить ее на школьный фестиваль И она согласилась Но я не думал, что я смогу использовать это место для того, чтобы углубить свои познания Это все благодаря Алуши Но как бы то ни было Харя, кажется, тоже тут веселится Так что я очень рад, что пригласил ее Кстати, помимо библиотеки стоит пойти и посмотреть презентацию О международном культурном обмене в другом классе Это очень полезно будет Да уж И вот опять я могу с уверенностью сказать, что мы живем в эпоху Когда люди объединяются друг с другом Вне зависимости от того, где находятся их дома Страны, племена и так далее Я очень рад, что поехала с тобой Мунтагун Надеюсь, в будущем мы сможем увидеть всевозможные вещи Так Характеристика Шена от дирки Ветреная девушка с добрым сердцем Ладно А генерал Аткинсон Чего? Горячий и страстный мужчина Смелый и дерзкий Так, стоп Это точно то, что нужно мы читаем Ладно Художник Армис Подневольный парень Которому всегда не хватало уверенности Уверенности в том, что его искусство чего-то стоит Аугуст Мыслитель Его любимая фраза была следующей Я еще не начал всерьез что-то делать Или я все еще сдерживаюсь Окей Так, и последняя снизу Продолжение А, слушайте Тут вот еще Момент с Августом Я забыл Похоже Август был Икка Море Ладно Ну, типа вот и все Почитали Так, что там Короче, да К сожалению Почитать что-то нормально Не дадут в этой игре Наша библиотека Подготовила Несколько книг По истории Революции Колварные Так что Пожалуйста Насладитесь Историей В этой комнате Так По-моему Именно тут собирается Всякие Анкеты с предложениями Точнее Собирались анкеты С предложениями Для школьного фестиваля Да И сейчас мы тоже Собираем анкеты Где спрашиваем Что посетители Думают О школьном фестивале И так далее Чтобы узнать Популярность Это пригодится Для следующего года Ну, чтобы заполнить Анкету С мнением Придется сначала Хорошенько смотреть фестиваль Понятно Ребят Мы еще Школу не закончили Проверять А там еще Снаружи Куча народа Ну, тут Почти закончили Да Все-таки Школьные фестивали Искусства Армиса Это действительно Что-то с чем-то Не могу Поверить Что только Ученики И смогли создать Такую Программу Нейт Ты вообще Слушаешь меня? Ты вообще Невнимательный Во время нашего Долгожданного Свидания Чего? Да нет Просто То, что Ты сама Пригласила меня На свидание Кажется Нечто Невероятное Неужели Это означает Что ты все-таки Хочешь помириться И чтобы мы были Снова вместе Верно? А, кстати Да Они же типа Расстались Блин Ну не заставляй Ты меня Говорить Это перед всеми Еще Нейт Говорит Если что А, фу Нейт Девушка Нейта Говорит уже В смысле Ты спас Меня во время Того случая Когда преследовал Меня Сталкер А в тот раз Когда ты бросил Меня во время Нашего последнего Свидания Ты просто был Занят Работай Я тогда Сказал Что Хочу Порвать С тобой Но Если ты Нейт Сан Не против Что мы Были Снова вместе Да Конечно Спасибо Ты действительно Лучший Короче Сегодня Я буду Угощать Тебя Всем Что ты Только Захочешь На днях Я как раз Получил Небольшую Прибавку Значит Они Тоже Тут Ну И Вижу Хорошем Настроении О Агности Наверное Наверное Нелегко Было Готовиться К этому Школьному Фестивалю Верно Нейт Она Пялится На него Не Не Ты Еще Неправильно Поняла Мы Просто Общаемся Ничего Такого Большое Спасибо За Заботу Мне кажется Он в последнее Время Стал Более Надежным А нет Стоп Мне казалось Этот парень В последнее Время Стал Более Надежным Но С другой С другой Сторон Он Никогда Не Учится Да Зайдем Сначала Сюда Добро Пожаловать В Класс Посвященный Изучению Международного Обмена Здесь Вы найдете Разнообразную Информацию О Соседях Республики Пожалуйста Смотритесь Спасибо Мне не показалось Что там Карта Больше Чем Нам Доступна Ну Типа Да Нарисовано Но Не все О Я слышал Что Вы Обе Преуспели Очень Сильно За Последний Год Большое Вам Спасибо За Такой Комплимент Ваше Высочество Ваши Слова Большое Расточительство По отношению К нам Ладно Да Ладно Вам Не скромничайте Ведь Именно Вы Помогли Больше Распространять Традиционные Танцы С Ближнего Востока Это Приведет Не только К Примирению С Нет Стоп Как бы Это Сформулировать Это Приведет Не только К тому Что Поможет Иммигрантам Лучше Дружиться С Жителями Республики Но и К Созданию Более Дружеских Отношений С Другими Ближневосточными Странами Такие Как Элзейн Это Очень Замечательно Мне Конечно Неприятно Это Признавать Но Мы Не Задумывались Так Далеко Мы Просто Хотели Чтобы Люди Которые Наблюдают За Нашими Танцами Были Счастливыми Ну Я думаю Что Это Прекрасно Чистое Сердце Это То Что Заставляет Искусство Сиять Так Что До тех Пор Пока Вы Будете Такими Не Уверена Что Ваши Танцы Тронут Сердечко Многих Людей Такой Как Клево Как Я Ожидался От Принцесс Вы Можете Сказать Что Это Очень Хорошее Ну Я Все Таки Болею За Вас Кстати Говоря Там Ферии Все Остальные В Порядке С тех Пор Все В Порядке Вы Про Эрозию Да Все Таки Помните Те Три Дня Да Не Особо Четко Просто Мы Помним Момент Как Помогали Вам На Рынке И Все Ну Еще раз Вам Большое Спасибо Если Бы Не Ваш Танец Сара Сан И Шакина Сан Вы Не Смогли Вернуть Вере Такое Чувство Будто Мы Сделали Это Во Сне Но Если Мы Можем Чем То Еще Помочь Обязательно Скажите Но Я Очень Надеюсь Что Нечто Такое Серьезное Больше Не Повторится Не Будет Еще Хуже Ну Ну Теперь После Того Как Принцесса Сделала Нам Такой Комплимент Думаю Мы Теперь Наконец-то Попали В Реды Знаменитостей А Шучу Конечно Это Не Работает Так Да Нет Если Вы И Дальше Будете Продолжать Так Набирать Популярность Очень Скоро Станете Очень Знаменитой Да Но Это Может Быть Проблемой Поскольку Братик Я Не Смогу Так Часто Видеться С Вами Семи Да Вообще То Все Что Вам Нужно Сделать Это Просто Научиться Как Бездельничать Как Одна Знаменитая Актриса А Понятно Джуди Сан Будет В Ярости Мне Неожиданно Удалось Тут Встретить Людей С Которыми Я Давно Хотела Встретиться Похоже Сегодня Меня Еще Ждут Очень Много Всяких Встреч Да Уж Весело Королевская Викторина Армис Да Похоже Они Довольно Неплохо Тут Все Продумали Это Стоит Сказать Спасибо Учителям Ведь Именно Они Согласились Нам Помочь С Оформлением Этой Комнаты И Также Они Будут Помогать В роли Персонала А что Случилось Со Столами И Всем Остальным Что Тут Было Изначально А На Все Это Передвинули В Кабинет Директора Ну Кстати Ванс Я Слушал Что Вы Тоже Немного Помогали В этом Проекте Совета Ой Да Я Ничего Такого Не Сделал Изначально Они Планировали Сделать Викторину Очень Сложной И Сосредоточиться Только На Материалах Связанной Со Школой Я Предложил Им Сделать Нечто Более Доступное Для Широкой Публики И Добавить Несколько Особых Вопросов Для Тех И Кстати Гуна Я Тоже Дал Пару Советов Он В частности Помог С Информацией Которой Которой Использовалась Для Создания Вопросов Да Как и Ожидалось От Аналитика Сейди Вот Такие Веща Хорош Но Он Тоже Все Таки Выпускник Этой Академии Этой Академии Ну да Этой Академии Этой Школы Так что Мы Должны Тоже Внести Свой Вклад А еще Тоо Сенсей Согласилась Быть Ведущей Тут Да Я Действительно Очень рад А что Нет Я Действительно Очень Благодарна Что Столько Люди Помогли Ну что ж Пойдем Проверим Сами Какие Тут У нас Вопросы В этой Викторине Так Ребят Кого Приглашаем С собой В эту Викторину Участвовать Хм Да Все Таки В роли Ведущей Вы Хорошо Смотритесь Большое Спасибо Это Меня Немного Смущает Но Я Сделаю Все Что Моих Силах Раз Меня Попросили Этим Заняться Полагаемся На Вас Не Стесняйтесь Ребят Пишите Здравствуйте Вам Интересна Викторина Королевская Викторина Армис Открыта Для всех Участвовать Может Группа Состоящая Из Двух Человек И В этой Группе Конечно Может Быть Любой Человек Даже Извне Ок Так Что Пожалуйста Присоединяйтесь Рюне Он Самый Умный Ну Ребят Че Молчим Пишем Пишем Я Уже Там Посмотрю Кого Выбрать Так Ну Эрасов Ты уже Написал Джудит Отлично Она Побеждает Элейн А Блин Хотя Не Стоп Чуть Побеждает Элейн Побеждает Ну Ладно Будет Элейн Ну Потом У нас Еще Будут Очки Потратим Их Тоже По Кругу Не Слишком Ложно Проводить Эту Викторину Ну Конечно Тут Много Работы Но Мне Нравится Заниматься Чем-то Подобным На Фестивалях Кроме Того Все Ученики Так Усердно Трудились Над Этим Фестивалем Так Что Я Не Могла Не Внести Свою Лепту Помочь Итак Давайте Начнем Викторину Король Армиса Я Ваша Ваша Ведущая Туа Эршел Главное Чтобы Не Был Таймер Ребят Так Очень важно Обратить Внимание На Тему Вопросов Хотя Ты можешь Быть Довольно Надежным Когда Дело Дойдет До Тетроумных Вопросов Но С другой Сороны Ты очень Хороша В чертовски Серьезных Темах Так Что Оставлю К тебе Так Викторина Состоит Из 10 Вопросов Если Вы Три Раза Ошибетесь То Проиграете Так Ну Начнем Вопросы А Блин Так Окей Какой Фильм Получил Приза Выдающееся Достижение На Первом Тарбарском Кинофестивале Кто-нибудь Помнит Goldenblood Я взял Есть Правильно Я угадал Тогда Произошла Колварская Демократия Отлично Учитывая Что Да Как Называется Отдел Нет Как Называется Отель В Столичном Районе Эдита Сейден Ну Как Называется Тот Отель Сейден Мизерати Блин Какой Из Причисленных Ниже Географических Названий Существует Республики Калвард Ну Да Я даже не успел Их прочесть Время Закончилось Как Зовут Героиню В фильме Golden Blood Зоя Зоя Вроде Отлично Как Отель В Ярком Городе Бланкпорте Да Отель Коулун Ну ну ладно короче тут слишком сложно потому что да я не успеваю тупо ну ладно мы неплохо да это версии это было весело намного лучше чем я ожидал все вопросы конечно были сложные но на это похоже был и расчет они используют что-то вроде профилирования чтобы выдавать вопросы которые подходят участникам чего это революционно если бы только я мог внедрить это в то чем я занимаюсь не не astra я не буду этим сниматься это слишком сложно я пропущу лучше но это не обязательно может быть мне удастся создать игру с разгадыванием загадок которые понравятся людям всех возрастов ой мои мои извинения я увлекся кстати разве вы не перси мы встречались прошлом году о да точно мы тогда проводили игру с разгадками загадок во время празднования юбилея она пользовалась большой популярностью но с тех пор я был очень занят работой и вот сейчас я задумаюсь над созданием новой игры значит в следующем году можно что-то ожидать но я решил прийти на этот школьный фестиваль в армисе на котором как я слышал присутствует и рэн-сан на этом фестивале я нашел много источников вдохновения так сказать поэтому я рад что приехал и сразу после этого я собираюсь начать работу над новым произведением как только вернусь домой но с нетерпением жду а то последняя ваша игра была забавной да большое спасибо ждите да именно такой школьный фестиваль и ожидал учитывая что рэн-сан является президентом студсоветы похоже что в этой викторине есть очень много вопросов поэтому стоит попробовать еще раз там будут другие а еще стоит подумать как включить такое же волнение и в мою игру с загадками все в школе мы закончили ну ребят не так же много народу осталось еще на часик наверное а стоп еще еще вот там есть кусок школа спереди похожий никаких проблем нигде не возникло верно но все равно это как странно школа как будто превратилась другой мир несмотря на то что это мы создали именно такой разрыв между тем что на самом деле является это место и что вы создаете и делает фестивали такими замечательными она присматривает за всем и параллельно пытается немного расслабиться да вижу что она сильно выросла все перерыв продолжение следует